Он мне так сказал, я ему так, а вот это... Если вы думаете, что у меня так все идеально в жизни, то, ну, это смешно. Я подумаю об этом завтра. Как я хочу сегодня себя чувствовать? Я хочу сегодня улыбаться и быть самой красивой женщиной на свете. Ведь это просто мысли. Как это работает? Я подумала, а может, это не конец, а начало? А у всех есть любовь внутри себя? Вместо того, чтобы пойти и пухнуть в стаканчик алкоголя, ну, сядьте, подышите сначала. А что такое счастье? Это стать фанатом самого себя. С вами Мариана Минскер. Нам надо поговорить о любви к себе и о том, как стать счастливым. Со мной в студии журналист, спортсменка, автор книг о здоровом образе жизни Юлия Бордовских. Юлия, здравствуйте. Я очень рада видеть вас в нашей студии. Спасибо, что нашли время. У меня к вам такой вопрос первый. Юль, а вы сейчас счастливы? Смотрите, вот счастье в нашем понимании, в понимании советского человека, это что-то, что можно потрогать, о чем можно рассказывать. Я счастлива в ежедневном режиме. То есть я счастлива от того, что я к вам пришла. От того, что я сегодня с утра играла в павел. От того, что меня так красиво сегодня накрасили. То есть я счастлива, я пытаюсь находить вот эту радость. Очень серьезные росли люди, да. Вот, нас не учили радоваться каждой минуте. Мелочам нас не учили радоваться. Мелочам. Вот в прекрасной команде вашей. И как меня встретили. И сколько вы слов мне сказали. Вот в этом счастье. Несчастье в том состоянии, вот у меня есть это, это, это. И тогда я счастлив. Наоборот. Вот если мы с вами говорим о том, что мы счастливы нашей встречей. Тем, что мы сегодня попили вкусный кофе. И вот если мы счастливы, тогда у нас будет это, это, это и это. А что такое счастье? Вот тогда как это сформулировать? Какие компоненты для этого нужны? Счастье это энергия. Это та энергия, которой нам так не хватает. Нам кажется, что для того, чтобы нам получить какую-то энергию, нам обязательно надо заниматься спортом. Нам надо хорошо питаться. Нам нужно, соответственно, иметь энергию денег там и так далее, да. А энергия, она в другом. Да, вот у нас есть какие-то убеждения очень у многих людей, которые эту энергию, наоборот, очень низко опускают. Убеждения. Я недостаточно хороша. У меня нет вот этого. И вот эта энергия, она на самом деле убивает дорогу к счастью. Если мы, наоборот, начинаем как бы смотреть с другой стороны, а что приносит мне радость, да. Ничто приносит мне не радость. Не концентрируемся вот туда. А что приносит мне радость? Тогда мы притягиваем больше этой радости, больше этой энергии. То есть чем меньше вот эта наша энергия недовольства с собой, обстоятельствами, людьми, как камеру неправильно поставили, или там, как накрасила она меня, вот она, дурында. Нет. А вот это притяжение энергии, это и есть энергия любви. Да, когда ты приходишь изначально в какое-то, я не знаю, помещение к людям с любовью. Это не значит, что ты всех любишь, правильно? Но ты приходишь все равно с любовью. Ну вот, допустим. Да. Не знаю, я встала с утра и что-то там поругалась с мужем. У меня ужасное настроение. Я прихожу куда-то, но внутри у меня ужасное состояние. Я постоянно кручу, у меня эти мысли. Я вот там что-то, он мне так сказал, я ему так, а вот это... И я не могу уже с любовью прийти. То есть я в другом состоянии. Как изменить это состояние? Как его превратить в любовь? Вместо того, чтобы думать и проворачивать в голове, как вы поссорились с мужем, вы уже с ним поссорились. Уже вы этого не вернете. Вы должны понять. Вернее, не то, что должны. Лучше спросить себя, что это с ним такое, что он такой злой там, что там, может, у него там что-то на работе. А может, дело-то вообще не в том, как он ко мне относится. Надо с ним вечером сегодня поговорить. Да, неприятно, конечно. Но, милый, я тебя люблю, ты мой муж. Мы с тобой вечером поговорим. То есть, опять же, вот эта вот фиксация на плохом не даст вам возможности прийти и взять то интервью, на которое вы так настраивались. Да. Если вы думаете, что у меня так все идеально в жизни, то, ну, это смешно. Ну, так не бывает ни у кого. Так не бывает ни у кого, да. И у меня есть очень сложные моменты в жизни, которые я до сих пор решаю. И моя вера в то, что я их решу, помогает мне оставаться очень позитивным человеком и приходить к вам с любовью, да. Если я пришла сегодня такая лучезарная, не значит, что с утра у меня все было зашибись, да. И особенно вечером у меня был вчера веселый. Ну, вы по мне скажете, что у меня что-то такое произошло. Вот я поэтому и спрашиваю. То есть, вот как вам это удается? Вы просто говорите себе, я подумаю об этом завтра. Это тоже. Прекрасная правда. Да? Или вы это как-то там себе бетонируете и просто делаете лицо. Нет. Нет. Я фокусируюсь на том хорошем, что у меня есть. Самое лучшее, что, чем я могу вам ответить, это практика благодарности. Когда вы уже благодарите за то, что у вас уже есть. Предположим, вы поссорились со своим мужем. Зато у меня сегодня интервью с Бородовским. У меня красное платье. Вообще, я выгляжу сегодня офигенно. Это не значит, что нужно забыть про эту ссору. Это трудно. Конечно, это ваш любимый человек, родной. Но это не фокус на сегодняшний день. Я подумаю об этом вечером. Милый, наверное, что-то у тебя случилось такое, что, наверное, ты вот просто расстроен. Нет, это все. Хорошо, это я. И все. И все. Почистили вот это. Потому что мы привыкли, что мы в себе это развиваем. Конечно. Вот эту энергию мы развиваем. Какая-то любовь. Крутишь в голове, такая жвачка психологическая. Есть четыре шага, которые очень помогают. Так, первое. Да, это было. Все, мы это приняли. Мы это пережили. Второй шаг. Что я чувствовала? Блин, неприятно было. Да, вот я там, значит, ну, действительно. Третий шаг. Мы закрыли. Я закрыла эту тему. И четвертый шаг. Как я хочу сегодня себя чувствовать? Как я хочу сегодня себя чувствовать? Я хочу сегодня улыбаться и быть самой красивой женщиной на свете. Это другая энергия. А не женщина, которая с мужем поссорилась. Все дело в энергии. Которая ведет, во-первых, к блестящим глазам, к сияющей коже. Да, и так далее. Я могу вам сказать, я не всегда вот так вот умела и могла, и была такой. Я была другим человеком. Была советским человеком. Спортсменкой, ответственной, пионеркой. Вот. Но я, например, себе сейчас нравлюсь в сто раз больше, чем Юля, которой было 30 лет. Да, я нравлюсь себе как женщина. Я нравлюсь себе внутри. Я знаю ответы на многие вопросы. Ну, это, конечно, мудрость, понятно, уже с годами. Но тоже не у всех она приходит с годами. Потому что ведь очень многим людям, согласитесь, мешают, по их мнению, веские причины быть счастливыми. Отсутствие денег или недостаток денег. Может быть, уволили кого-то с работы. Не те отношения, ссоры, конфликты и так далее. Это вот действительно, вот просто еще раз, да, объясните. Это действительно реальные причины или это как посмотреть? Не, ну, естественно, это житейские проблемы, которые у многих действительно недостаточно средств, да, для существования и так далее. Но у нас, понимаете, какая история. Наше счастье, то, с чего мы с вами начали, определяется тем, что у нас есть. У меня, если у меня будет муж, дом, машина, хорошая работа, я буду счастлива. Вот тогда я буду счастлив. А не наоборот. Я буду счастлив, и тогда ко мне это все придет. Потому что вот я, например, сейчас не в отношениях. Я совершенно спокойно к этому отношусь, да. Ну, у меня все друзья семейные, все там, значит, за какие-то парами и так далее. Я в данный момент не в отношениях. Для меня понимание того, что я получу любовь, складывается из того, как я к этому иду. Понимаете? То есть не вот у меня будет мужчина, я буду счастлива. Нет. Вот я должна закрыть какие-то свои, скажем... Гештальты. Да. Гештальты и внутренние противоречия. И тогда я получу вот этого мужчину, к которому я иду. То есть это немножко у нас нарушено причиной и следствия. Понимаете? Поскольку у меня новый бизнес, у меня новая стезя такая стала вот хелскоучем, человеком, который ведет людей к здоровому образу жизни. У меня очень много... Я не молода, как сегодняшние блогеры. У меня очень много вопросов, а правильно ли я иду. А вот как мне лучше сделать рилсы, шортсы, вот это все, что мне, блин, не очень понятно. И это меня триггерит и так далее. Но я никуда не спешу. Я спокоен. Меня там друзья спрашивают. Ну что ты не развиваешь там свои соцсети, вот как все остальные? Я говорю, я должна нащупать это. Я не могу вот с этим вот, значит, знаменем красным бежать. Нет, я должна все равно на этом пути почувствовать, что принесет мне еще и какое-то удовольствие. Да. Вот даже если, предположим, на данный момент у какого-то конкретного человека нет серьезных причин для беспокойства, ну и как, не знаю, болезни, смерть близких или какие-то еще такие веские причины, но, и вроде бы все казалось бы нормально, но в голове у большинства людей живут страхи. Конечно. А что если меня уволят, он идет, я останусь там одна с тремя детьми, а случится то-то-то-то-то. Вот эти страхи отравляют жизнь. Да. Почему? Ведь это просто мысли. Как это работает? А потому что нет любви. Потому что, когда мы превращаем страхи в любовь, становится все по-другому. Например, вы живете, я не знаю, с тем же мужем, у вас трое детей, и вы все время сеете вот эту вот историю в воздух. А если он уйдет? А если он там изменит? А если вот это, давая ему любовь, вы изначально вот эту вот, как бы, извините за это слово, вибрацию, вы ее не распространяете и не притягиваете. Может случиться всякое. Естественно, слушайте, ну, любовь зла, мы знаем, да, и люди расходятся и так далее. Но вы не помогаете этому, а наоборот, любовью вы скрепляете это все. А страхами, естественно, разрушаете. Вот, я хочу просто понять, как это работает? Вот вроде бы это просто мысли. Уровень энергии. Но при этом... Ой, просто мысли. А мысли, на самом деле, определяют нашу реальность больше всего. Они имеют квантовую силу. Мысли настолько сильный инструмент, да, мысли, визуализация. Например, наш организм не различает эмоции, которые мы получаем физически, да, и эмоции, которыми мы визуализируем. Представляете себе? То есть мы можем ввести себя вот в такую эмоциональную, очень серьезную, сильную, сильное состояние, просто визуализируя то, что мы хотим получить в своей жизни, да. И то же самое, если мы боимся, представьте, что делают эти мысли, которые, да, которые... Если мы боимся какой-то мысли, да, если мы боимся чего-то очень сильно, эта мысль становится очень сильной. И она может, в конце концов, осуществиться. Конечно. Конечно. Вот вы у себя в телеграм-канале опубликовали такую притчу. Мастер, как вы справляетесь со своими врагами? Уничтожаю. Каким образом? Я перестаю о них думать. Совсем. Здесь то же самое. То же самое. То есть это так работает. Конечно. Ну а как перестать думать? Вот сильный страх, с которым человек жил 20, 30, 40, 50, а может быть и больше лет, на автомате, у нас у каждого есть паттерны поведения. Как перестроиться? Ну, смотрите, у всех разная степень страха. Кому-то надо в терапию. И я, например, тоже использую терапию, когда мне очень нужно, да, и практически регулярно это делаю. Считаю, что это всем показано, особенно в нашем возрасте. Это раз. А второе намерение. Должно быть намерение избавиться от этих страхов. Если у вас нет намерения, если это ваша зона комфорта, то есть вам так легче. Вы знаете, как вы болитесь. Да, вы знаете, что вы будете чувствовать, как вас будет триггерить любое, не знаю, проявление этого страха. А тут, если вы от страха откажетесь, ой, а что это я не тревожена? Ой, а что мне вообще делать, если не тревожиться? Да, то есть у вас стереотипы, ваши паттерны должны измениться. Человек всегда боится меняться. Но это только внутренняя работа, которая зависит от человека. Никто вот так отключить ваши страхи не сможет. Можно переключиться со страхов на то хорошее, что у вас есть. Вот, пожалуйста, самая лучшая борьба со страхами и обидами – это благодарность. Практика благодарности. Проснулись с утра и думаете, что хорошего есть в вашей жизни. А кому вы благодарны? За что вы благодарны себе? За что вы благодарны этому дню? Да даже за солнце за окном. И вам уже становится легче. Вы уже улыбаетесь. Я всегда своим клиентам говорю, я практикую как хеллс-коуч. Когда вы просыпаетесь, первое, что надо сделать, Марьяна? Как вы думаете? Улыбнуться. Правильно. Первое, что надо сделать – просто улыбнуться. И сразу, когда вы улыбаетесь, у вас другой настрой на день. Или очень хорошая тоже есть практика, когда вы утром просыпаетесь, и вы думаете, что у меня сегодня будет хорошего, и на этом фиксируетесь. И это вас поддерживает весь день. Ну да, так настроиться на день. Но это работа. Да, то есть это все равно внутренняя работа. Я прошла достаточно серьезную внутреннюю работу, когда у меня случилась история личная, и я с 18-го года начала полную вообще перезагрузку внутреннюю. И очень-очень счастлива. А что туда входило, в эту перезагрузку? Ну, во-первых, овладение новой профессией. Я с детства хотела быть врачом. А в 10-м классе, готовясь в медицинский институт, в 3-й мед я готовилась, мой папа прочитал мое сочинение и сказал, какой вообще мед? Тебе надо на журфак. И я быстро пошла в школу на журналисты и стала журналистом, чему я очень рада. Это была потрясающая журналистская у меня жизнь. Ну, она и есть, просто она в другом воплощении. Но я хотела быть врачом. И в 18-м году, когда случилась такая у меня личная история, я подумала, может, это не конец, а начало, и пошла учиться на холлскоуче. И с этого началось мое... Я пошла учиться, подумала, ой, я пойду систематизирую свои знания, я написала две книги про фитнес, ну-ка я что-то и узнаю. Оказалось, что это вообще не про питание, не про спорт, это вообще про другое. Про что? Про первичную пищу, про отношение к себе, про любовь к себе, про счастье каждый день, про... Я не знаю, про то, как устроен твой дом, про то, готовишь ты дома или нет с тем самым витамином L. Это про витамин L. Витамин Лав. Да. Это ходишь ли ты на работу, которую ты не любишь, находишься ли ты в отношениях с человеком, которого терпишь, и так далее. И когда... Это и есть первичная пища. А вот что на тарелке, это вторично. Про это мы тоже поговорим. И чем больше первичной пищи, тем больше внутри. Тем меньше хочется вторичной. Да. Ну, то есть, любовь к себе, это в первую очередь, что? Вот что конкретно такое, любовь к себе? Любовь к себе, это очень-очень просто. Первое, что такое любовь к себе, это вера в себя. Это не вот это, что я недостаточно хороша, у меня не получится. Да я вообще это не умею. Да кто я такая, чтобы там вот с ними быть рядом и так далее. Это вера в себя. Это стать фанатом самого себя. Это первое. Второе. Это самое сложное. Если ты не верил в себя и жил вот так вот, ой, я там что-то недостаточно. Как поверить? Это опять намерение. Это опять я хочу поверить в себя. Это только намерение. Это никто вас не научит, никто вам не укажет. Это не обстоятельства вам, это не внешняя история, это только внутренняя история. Я больше так не хочу, мне так не нравится. Задайте себе вопрос, как я себя сейчас чувствую? И ответьте на него честно. Если вы отвечаете, я плохо себя чувствую, мне не нравится, как я живу, с кем я живу, тогда второй вопрос, как я хочу себя чувствовать? А я хочу себя чувствовать хорошо. Что мне для этого нужно сделать? Конечно, нужно будет что-то делать. Это так просто вот хоба, не получится, на новую работу не позовут. Второе, это очень важная история, это ответственность за собственную жизнь. Потому что нам все время кажется, это все из-за него, это все из-за мамы, это все папа вот мне денег не дал, это вот они меня не любят, это они меня не ценят. Нет. Ответственность за собственную жизнь. Этим летом я собрала своих детей на обеде, моей дочери 25, моему сыну 16. Я им написала такие бумажечки, где я передала каждому ответственность за их жизнь. Федору, которому 16, я написала там ответственность за расписание, ответственность за то, что там, значит, твои тренировки, ответственность за твои выражения, там и так далее. Маруси передала бумажке финансовая ответственность ей 25 лет, ответственность за личную жизнь, ответственность за то, где ты живешь и так далее. Как они были счастливы. Они просто, они не могли поверить, это правда, я теперь могу у тебя ничего не спрашивать. Я говорю, да, это правда. Но ты ответственна за свою жизнь, за свои решения. Третье очень важное, это честность с самим собой. Это вот мне не нравится, как я живу, или мне нравится, как я живу. Я это хочу, а я это не хочу. Не хотеть того, что хочет сосед. Другие хотят. Хотеть того, что хочу я. И разрешить себе это. И разрешить себе не жить той социальной жизнью, которой принято жить. Да, то есть вот, ну то же самое, там, меня спрашиваете, ну вот ты вот одна, да, вот как, вот ты вот, вот ты подала на развод, вот ты не боялась, это статусная история. В тот момент вообще об этом не думала. Думала о том, что я хочу чувствовать себя хорошо. И так далее, да. То есть, а вот дальше началась работа. Потому что дальше было тяжело. В новом статусе, в новом понимании себя. Это всегда тяжело. Но потом у тебя столько призов, ты так себя хорошо чувствуешь. И знаете, Марьяна, я так вам скажу, вот у меня вчера была как раз сессия с психологом. И мы с ней разговаривали как раз на тему моего понимания, куда я движусь дальше со своими проектами. и она мне такую фразу сказала. Вы знаете, Юль, еще ни разу ни одна проблема, которая была озвучена на сессиях, не решилась. То есть, всегда все решается. И мы с ней договорились, что вот мне сейчас нужно сделать вот это. Это было позавчера. Вчера у меня было неожиданно четыре встречи, которые меня уже начали подводить. Понимаете, то есть, это так работает. Это намерение, это энергия, это если вы даете, а если вы говорите, да ну его, посижу я тихо, ну я хоть и всерился, пусть эти блогеры молодые, там, двадцатилетние это все делают, дочь моя. Да, это другое. Тогда ты сидишь на попе ровно. А если ты говоришь, нет, я ищу, я хочу, дайте мне. Дайте. Вот, кстати, продайте. Да. Вот вера в поддержку, можете это назвать, мое высшее я, мироздание, вселенная, как хотите. Но вера вот в эту поддержку, Бог, да, конечно. Это очень серьезная история. И передача передача некоего, некой силы в руки этих высших сил, да, то есть я прошу вас мне помочь, я вам передаю, тоже рабочая история. А как правильно просить? Ну, во-первых, благодарить сначала, да, я благодарю, я чувствую, я знаю, что вы здесь, я знаю, что вы ведете меня по тому пути, который является моим и только моим. Мне бы очень хотелось встретить человека, с которым мы посмотрели не друг на друга, да, не только друг на друга, но и в одну сторону. Помоги мне на этом пути, направь меня, да, я отдаю тебе, я тебе доверяю. Да, вот это доверие, вера, доверие, это то, с чего начинается, в принципе, новая история в жизни. правила здорового питания от Юлии Бордовских. Хорошо. Какие они? Значит, правила интегративной тарелки и вообще интегративной медицины это баланс первичной и вторичной пищи. То есть, если мы здесь работаем, то мы не можем, соответственно, забыть о тарелке, потому что две важных функции человеческих это дыхание и питание. Если мы чего-то лишены, то мы страдаем. Поэтому тарелка очень важна. И второй принцип интегративного питания это биоиндивидуальность. То, что подходит Мариане, не подходит мне. То, что подходит мне, для Мариана яд. Это тоже нужно очень хорошо понимать. То есть, биоиндивидуальность это самое главное. Это вот не то, что подружка Света вот сейчас села на кето-диету, мне тоже надо. Да, вот это вот все сейчас на интервалке, мне тоже надо. Они все понимают, что там, не знаю, если есть проблема с желчным пузырем, то нельзя интервальное питание. Ни в коем случае. Можно просто себя загубить. Да, потому что когда есть проблемы с выбросом желчи, то нужно все время питаться. Дробно. И питаться нужно не то, что там каждый час, но все равно нужно постоянно себя питать. Утром встал, надо поесть. Поэтому это первое. биоиндивидуальность. То есть второе. Я человек, который вообще против диет. Я за систему. Опять же, это вытекает из первого, из биоиндивидуальности. Каждый человек, слушая свой организм, понимает, что в данный момент подходит ему. Вчера Мариане нравились помидоры, а сегодня она встала и поняла, мне они не подходят. Она съела салат. Слушать свой организм. Да. Как я, у меня спрашивают, ты завтракаешь? Я не могу сказать, что я каждое утро завтракаю. Но если я встала голодная, я спокойно пойду и позавтракаю. Обычно у меня расписание какое? Я встаю, я пью два стакана горячей воды. Мне это очень нравится. А почему горячая? А потому что если вы пьете теплую воду, то процесс детоксикации организма, который запущен ночью, будет продолжаться. Если вы выпили холодную воду или кофе, вы закрыли этот процесс. Все. А если вы выпили горячую воду с лимоном, то детокс закончится тоже сразу. Вы просто ощелачиваете организм, но не более того. Поэтому я пью вот эту вот горячую воду, потом я ее люблю. Мне очень приятно. Вот я пришла к вам, я попросила горячую воду. Мне теплую. Мне нравится, у меня такое впечатление, что я... Очищение. Да, очищение, как будто я ем. То есть я как будто себя насыщаю, не просто холодной. Хотя я холодную пью летом. И после горячей еще какое-то время вы не употребляете пищу? Ну, если захотела, употребила. Господи, это все... Опять же, это... Еще раз, это система, это... нет каких-то острых углов, это не ем. Есть вещи, которые плохо для меня работают. Баклажаны, помидоры, клубника. Я это знаю, поэтому я их не ем никогда. Дальше. Еще несколько принципов, которые я бы хотела озвучить. Я придерживаюсь чистого питания. Что это такое? То есть я не люблю, когда много соусов, когда это все приготовлено в каком-то масле, да. То есть если я готовлю, я готовлю рыбку в фольге или на гриле. Салаты я режу сама. Когда я прихожу в ресторан, я прошу нарезать мне салат, и я его заправляю сама. То есть я люблю делать так, как любит мой организм, да. И я прихожу в те рестораны, которые хожу часто, они уже знают, что мне надо большую ложку зеленого салата, который я сама заправлю. Я очень много ем овощей, и это тоже мой лайфхак. Я ем очень много зеленых овощей. Все виды капуст, брокколи, брюссельские, кейл, наши белокочанные. То есть вот все, что кабачки, цукини, я очень это все люблю. Я очень как бы сократила потребление сахара, и это помогло мне наладить тоже всякие разные процессы пищеварительные, ЖКТ. Я из сахара ем, ну если это не день рождения, там есть кусочек тортика, я нормальный живой человек, то я, у меня система 80 на 20. 80 я придерживаюсь, а 20 процентов я могу погулять. Из сахара у меня осталось, я очень люблю голубику, то есть я оставила себе ягоды. Черника, голубика, сезонные в основном. Я люблю черный шоколад. Я оставила себе, если мне очень, я чувствую, что у меня упал сахар, я съедаю финик. А так, если честно, то если есть потребность к сладку, я ее заглушаю двумя вещами. Даже я бы сказала, это одна большая категория, называется жиры. Что я делаю? Либо это орехи, миндальные, чищенные, замоченные, я их очень люблю. Либо это авокадо, просто кусочек авокадо, четвертинка. А в последнее время мой организм требует сливочного масла. И я могу совершенно спокойно съесть маленький кусочек какого-нибудь гречневого хлебушка или там я делаю сама из кино хлеб. Это очень легко делать. И со сливочным маслом. Или вообще кусок масла просто. И это отбивает тягу к сладкому. Именно жиры. Если вы едите ягоды, например, или фрукты, возьмите пару орешков. Потому что они будут сдерживать поступление глюкозы в кровь. Вот эту скорость поступления глюкозы в кровь. Два-три орешка. Всегда с ягодами ем. Что такое эмоциональное переедание? И почему мы переедаем в принципе? Многие из нас. Ну, первое, это наша, скажем так, невоздерженность. И все-таки невежество, когда мы переедаем, потому что мы не понимаем, какое мы влияние оказываем на организм. А эмоциональное переедание это то же самое отсутствие баланса в первичной пище. Все. Если у вас там плохо, то единственное, чем вы можете из себя, быстрый дофамин получить, это соушиал-медиа и еда. Легкий, легкий доступный способ. Да, вы говорили, что мы переедаем, потому что нам не хватает объятий. Да, именно так. Действительно, нам не хватает той самой любви, первичной пищи. Хорошо, ну, допустим, приходит женщина домой. Так. Некому там обнять ее. Что ей делать? Она идет в холодильнику, а надо? Сесть и помедитировать. И поискать эту любовь внутри себя. А у всех есть любовь внутри себя? Или не факт? Хороший вопрос. Вы знаете что? Я думаю, что потенциально мы все люди, во-первых, мы все люди с сердцем. Некоторые глушат в себе эту любовь агрессией, завистью, злобой и так далее, поэтому до нее достучаться невозможно. Развить любовь внутри себя может каждый человек. Опять же, зависит от желания. И, например, мне очень помогли медитации. Я вообще себя не любила. Я вот поняла, что я там до 7 лет назад еще была человеком, который вообще себя не любил. Вообще. Я не знала, что это такое. И я прошла достаточно серьезную такую школу медитаций, чтобы в себе это там ну каким-то образом начать растить. С чего начать? Начать с 5 минут времени для себя. Потому что любовь к себе это еще и self-care. да, это забота о себе. Вот мы об этом не сказали. Это такой завершающий пункт. Что такое забота о себе? Туда входит не только спа-процедуры. Туда входит спа-процедура для души. Это медитация, дыхание. Если очень тяжелая ситуация, вместо того, чтобы пойти бухнуть в стаканчик алкоголя, ну сядьте, подышите сначала. Можно потом выпить. Все нормально. Может меньше выпить. Сядьте, подышите. Просто дайте себе пять минут, загляните внутрь и скажите себе, как вы себя любите и что у вас все будет хорошо. Просто сейчас такой период. А как правильно дышать? Как правильно дышать? Ой, я вас научу. Во-первых, просто глубоко сделайте вот сейчас три глубоких вдоха и выдоха. Вот сделайте. Вдох через нос, выдох через рот. Сделайте. Не спешите. Что изменилось? Ну, что-то изменилось. Вы стали спокойнее. Спокойнее, да. Вы стали спокойнее. Вы, вам хочется улыбаться. У вас какие-то мысли могли уйти, а прийти новые. Это первое. Второй вид дыхания не очень легкий, который вообще я всем рекомендую. Даже можно его делать на совещании. Когда вы сидите на совещании, вас бесят все вообще. Да, значит. И вы делаете спокойно, никто не видит. Вы делаете вдох на четыре. На четыре задержка. Раз, два, три, четыре. Квадратное дыхание. На четыре выдоха. И на четыре задержка. И вот таких пять сделали серий. И уже все прекрасные люди вокруг. Какие умные все. И так далее. Потом, например, знаете, все говорят, ой, медитация, это надо отключить голову. это надо отключить голову. Не получается, честно скажу. Я вам так скажу. Если во время медитации приходят мысли, это хорошо. Если они не приходят, это тоже хорошо. Медитация это вообще не отключение. медитация это наблюдение за своими мыслями. И даже если вам приходит мысль, что вы не выключили утюг, ничего страшного. Я после медитации проверю. И дальше садитесь. Даже вот сидение, скажем, медитация бывает разная. Даже сидение, не знаю, двух минут достаточно, чтобы просто сесть и две минуты посмотреть в одну точку. Это уже медитация. А не думать ни о чем. Нет. Можете думать. Да, пожалуйста, думайте. Не пытайтесь вы отключать мысли. Просто сесть, подышать, посмотреть. Есть созерцательная медитация. Какая красивая занавеска. Вот я сижу и смотрю. В ней есть прожилки. Таким образом вы себя немножко переключаете, отключаете. Или запахи. Какие здесь есть запахи? Ну, есть запах духов Марианы. Здесь софитов запах. И так далее. Опять вы себя отключаете. Так это можно где угодно делать. Конечно. Для этого не нужна тишина полная. Звуковая медитация. Вы слушаете звуки. Мы с вами разговариваем, это тоже медитация. Для меня это медитация. Мне настолько хорошо. Для меня это тоже хорошо. Ну, то есть это просто быть здесь и сейчас. Это такое упражнение. То есть медитация это про это? Абсолютно про это. А, потому что, ну, для тех, кто в танке, может быть, некоторые люди думают, лечь, включить что-то, полчаса, не знаю, ни о чем не думать. Идеальный вариант. Когда ты всех выгоняешь из комнаты, включаешь мою, например, медитацию, которую публикую каждое воскресенье в своем телеграм-канале. Вот. И уже в ютубе у меня есть медитации визуальные. Но, вот, например, стоит оператор прекрасный, пока он смотрит и слушает нас, он может спокойно медитировать. Вообще спокойно он может отключиться, кайфовать. И это будет его медитация. Медитация это не сесть, ноги сложить по-турецки, да, и закрыть глаза и руки расстать. Вообще вот так вот не сидите никогда. Это поза просящего. Нельзя сидеть в этой позе. Надо сидеть всегда руки или на коленях, или на стуле. Не надо вверх поднимать руки. Это поза нищего. Не надо. Сели спокойно, как удобно. Ноги к земле поставили. Сказали себе, что это мои пять минут. Либо включили музыку, либо медитацию включили. Ну да, там, я не знаю, приходят эти мысли. Ничего страшного, они прошли дальше сидеть. То есть здесь принцип как в медитации, так и в жизни. Будьте добрыми к себе, к своей душе, к своим мыслям. Начинайте с этого. Возвращаясь, к примеру, с женщиной, которая пришла с работы, обнять некому, идет в холодильнику, пошла, помедитировала несколько минут. После этого она уже не пойдет к холодильнику? А может быть, нет. Смотрите, после этого у нее поменяется состав химический. Она подышала, она убрала кортизол, она получила какой-то дофамин, может даже окситоцин, если кто-то ее обнял по дороге к холодильнику, и она либо меньше съест, либо вообще подумает, может мне просто попить, пойти чайку травяного. Так хорошо мне. Потому что, когда у тебя такое состояние, тебе в принципе, не, ну ты можешь, конечно, височки захотеть, ну ничего страшного, ну выпил 50 грамм, но ты не будешь сидеть с этой бутылкой и ждать, когда тебе наконец станет хорошо. А к алкоголю вы относитесь, в принципе? Прекрасно. Если мне хочется, я всегда выпью. А к голоданию? Плохо. Я считаю, что вот эти две функции организма, основные, дыхание и питание, мы не должны лишать. Можно, знаете, как делать? Можно делать разгрузочные, там, не знаю, полдня первых. Вот у меня по понедельникам я иногда до обеда не ем. Но это если я в ресурсе. Я знаю, что мне в воскресенье надо поесть попозже, чтобы в понедельник встать и до обеда не поесть. Но опять же, вот у меня утром всегда грибочки мои, да, и я выпила эти два стакана воды. Дальше я завариваю себе грибочки, могу туда соответственно добавить эспрессо, если я понимаю, или цикорий, все зависит. Сегодня вообще я встала, я думаю, ой, сегодня я буду делать смузи. Я такая, туда ягод набахала. Я редко делаю смузи, потому что это достаточно тяжелая. Все равно история, там много ягод, сладкое все. Я туда, значит, ягоды, я туда положила конопляный протеин, потому что он не сладкий. Положила грибочки, положила спирулину, положила, мне тут недавно прислали кокосовую ряженку. Кокосовый кефир, кокосовый кефир. Такой вкусный. Я, значит, поскольку я молочку не ем, у меня лактозная непереносимость, и я узнала об этом, конечно, поздно. В детстве меня кормили только молоком. Вот, и, соответственно, и мне было так вкусно. Но это не значит, что я завтра это сделаю. Сегодня вот у меня был такой крейвинг, да. Я очень люблю по утрам есть яйца с авокадо, с зеленым большим салатом. Раньше я вообще не думала, что я с утра смогу есть зелень. А сейчас мне нравится делать себе какие-то там оладушки из цукини, с мукой, естественно, какой-то рисовой или миндальной, с большим салатом. Юля, а как внедрить здоровые привычки в свою жизнь? Вот вам легко, вы спортсменка, у вас сила воли. Вы решили и сделали. А обычным людям как? Всем непросто. Не надо. Мне тоже было непросто. Смотрите, вот очень хорошие вопросы вы, Марьяна, задаете. Прям прекрасные. Это главный вопрос, который останавливает людей, как в медитации, когда они думают, ну медитация это все, значит, мне надо там сесть, вообще не думать. То же самое с питанием. Ну все, я на зоже, значит, я буду бедной, несчастной, значит, я это не ем. Нет, вообще не так. Наоборот, значит так, я сейчас вот помогу своему организму чувствовать себя лучше, но я буду идти маленькими шагами. Например, я ем много хлеба. Попробую-ка я вот целую неделю убрать хлеб и заменить его, я не знаю, безглютеновым хлебом, хлебцами, я не знаю, там орехами. Попробую, посмотрю, как мне будет. На следующей неделе, о, мне понравилось, я уберу молочку, например, и посмотрю, как, вот если я пью просто кофе, а не кофе с молоком каждый день, что у меня там уменьшатся объемы, легкость, появится ли энергия. Дальше я могу добавить овощей в свой рацион. Я буду, я даю себе, значит, обещание, что я каждый обед ем много овощей. Или я хочу попробовать заменить два своего питания в неделю животный белок на растительный белок и посмотреть, как я буду чувствовать себя. То есть здесь какая должна история быть слушать свой организм, естественно, и давать идти маленькими шагами, потому что здоровье, это не конечный пункт, это путешествие. Еще про возраст, конечно, не могу не спросить. Вы невероятно выглядите, и у вас есть такая фраза «возраст в голове». Что это значит? А это то, насколько мы себя чувствуем. Это те же самые наши намерения. Ой, я старый, что я уже не пойду, ничего делать не буду, ну или нафиг, вот это вот все. Ой, не, ну я же уже, мне же 50 плюс, ну что я, ты сам, какой мне там вообще падал, какие мне танцы. Вот. Не, ну я же уже привыкла, ну я же уже вот встаю, там, не знаю, в 9 утра, ну что я буду в 7 утра вставать, да, то есть это, это желание чувствовать себя молодой. Если у вас оно есть, вы будете чувствовать себя молодой. Если вы говорите себе, что, да не, ну я уже, мне 55, да вы что, обалдели что ли вообще, куда вы, куда мне-то? А я говорю, блин, я вообще, мне когда, я когда осознаю, сколько мне лет, ну окей, только цифра, да, а в голове, я, мы с дочкой, как подруги, да, и это, наверное, не всегда хорошо, вот, но, тем не менее, я вообще не чувствую, что я мама, да, то есть у меня, я маму включаю, когда надо немножко пожестче быть там сыном, я включаю, а так, я даже иногда думаю, ой, я мама, здорово, да, то есть, не знаю, какой-то, наверное, знаете, что, Марьяна, это очень хороший вопрос про возраст, здесь, опять же, вот эти вот социальные какие-то навязанные нам паттерны, да, что если тебе за 50, то ты не можешь это, это, да, а сейчас, конечно, сдвинулись границы, слава богу, сильно, да, я сегодня играла в падл, да, я вам так скажу, молодежи мало, играют как раз вот люди моего возраста, они все, это новый вид спорта, и все, вообще, в принципе, узнавание нового, новое испытание, образование, полезно, это молодость, да, я вас прочитала про митохондриальное омоложение, что это, давайте расскажем, давайте, это вообще новое течение интегративной медицины, да, и это было всегда, просто на этом люди никогда не фокусировались, да, и митохондрии, это то, живые, здоровые митохондрии, это то, что позволяет нам оставаться молодыми, позволяет нам оставаться молодыми как раз движение, питание, в нашем организме есть воспаление всегда, да, у всех разное, и вот этот уровень окисления от продуктов, которые мы получаем от алкоголя, от кофе, от животного белка, он очень влияет на митохондриальное здоровье, что позволяет нам поддерживать митохондриальное здоровье, как раз снижение вот этой кислоты, как ее снизить, если мы ее снизили, мы снизили наше воспаление, а значит мы снизили, увеличили профилактику болезней, да, то есть мы снизили риски очень плохих заболеваний, поэтому такая сейчас большая, такое большое внимание этому уделяется, то есть физическая нагрузка, питание, да, питание, чистое питание, да, то есть питание, которое не окисляет, да, то есть ощелачивание организма, безусловное, вот, пожалуйста, вам те же самые функциональные грибы, суперфуды, это то, что очень хорошо ощелачивание, кислород, свежий воздух, да, кислород это вообще номер один, да, да, что еще? Нужно обязательно дышать воздухом, это просто, ну, просто необходимо, я поэтому очень много, гуляю, гуляю, да, хожу, и вода, и вода, да, вода это вообще первое, знаете, это как говорят, вот, что должен знать хеллскоуч, чему он должен учить своих клиентов, двум вещам, первое, пить много воды и есть много овощей, в принципе, все остальное уже не важно, да, да, а что влияет на психологическое здоровье, в первую очередь? Вот у вас есть прекрасные два волшебных слова для подсознания, разрешаю и отменяю, вот это про что? Я прошла такую очень сложную историю, я работала с чувством вины, и это чувство вины, оно самое разрушительное вообще в принципе, которое может быть, и я поняла, что, ну, помимо того, что оно было сформировано под рядом обстоятельств, да, в которые я попадала, я его еще усиливала сама, почему? Потому что так мне было легко объяснить некоторые вещи, и здесь опять же, вот эта вот история психологического здоровья, потому что у тебя не может быть психологического здоровья, когда ты везде во всем виноват, и когда ты обижен, мне очень помогли две вещи, когда я отменила две вещи, первое, я сказала себе, мне абсолютно все равно, что думают обо мне другие, вот я уйду, и мне все равно, что Сережа обо мне думает, говорила я правду или неправду, это его версия, я сказала то, что я хотела сказать, была искренне, и второе, мне абсолютно все равно, как живут другие, честно, мне, конечно, не все равно, как живут мои дети и моя семья, но все остальные, окей, ну если вам так нравится, что я могу сделать, я могу вам помочь, но если вам так нравится, мне все равно, то есть я не обсуждаю, не сравниваю, у меня нет на это времени, у меня нет на это сил, я не хочу тратить свою энергию на это. И сразу стало легко? Да, мне сразу стало легко. Как научиться хотеть то, чего хочешь на самом деле? Как этому научиться? Как услышать себя? Начать с чего-то, вот спросить, а что я хочу? Но ведь очень многие люди не знают, как ответить на этот вопрос, ничего не хочу, все нормально. Если один раз спросил, да, а если каждое утро спросил, чего же я все-таки хочу? Что, как я хочу себя чувствовать? Вот важный вопрос, как я хочу себя чувствовать? Некоторые хотят себя чувствовать тревожно, потому что им так хорошо. Вот мой папа, он очень тревожный. Ему хорошо в этой тревожности, да? Но когда я с ним начинаю разговаривать про то, что бывают состояния, которые тоже приносят счастье, и это не обязательно тревожное состояние, да? Как-то вот потихонечку мы с ним приходим к чему-то. Но это то же самое, что он сформирован годами, этот тревожный советский человек. Но я уже вижу, как он находит в чем-то другом радость, да? И даже не так опору. Он находит... Это опора. Для некоторых тревожность опора, обида опора. Какую опору я хочу найти? Я хочу найти опору в моей новой работе. Окей, я хочу найти опору, вставая утром, да? И чувствуя себя, что я рад этому дню. Это опора. Да, классно, когда опора внутри тебя, а не внешняя. Конечно. Конечно. Это самая главная опора. Внешняя опора сегодня есть, завтра нет. А вот внутренняя опора, она самая сильная. Это вот все равно, что заходить в помещение, где тебе не рада, с любовью. И эта любовь закроет ширмой все вот эти плохие энергии, которые будут на тебя направлены. И то есть тебе будет все равно, когда ты понимаешь, что они на тебя там косо смотрят, что-то смеются, говорят. Ты с любовью зашла, тебе все равно, а что они смотрят и говорят, да ради бога. Ты зашла с любовью, ты сделала то, что тебе нужно было там. Ты ушла. Они на тебя, они не могут повлиять на твое ощущение, потому что твое ощущение не зависит от того, как они к тебе относятся. И ты потом не думаешь, что обо мне они там обсуждают, говорят, сплетничают, об этом не думаешь. Просто отсекаешь эти мысли. Это трата времени. Мне вообще, мне иногда, у меня есть очень такая подружка, она мне говорит, ну вот говорят про тебя там. Я говорю, слушай, мне вот нас, я даже не то, что не думаю об этом. Да, мне настолько это неинтересно, причем я понимаю, что много чего говорят и так далее. Вообще все равно. И я недавно встретила девушку, которую не видела очень давно. И я не понимала раньше, почему она так ко мне относится. Да, вроде я ничего плохого не делала. Я ее встретила, и вдруг я поняла, она всегда со мной соревновалась. Ей было очень тяжело рядом со мной. Ей все время приходилось со мной соревноваться. Хотя она умная девка, все. Но, скажем так, она не красавица. И вдруг я ее встречаю, и вот в моем сегодняшнем состоянии мне захотелось ее обнять, потому что она все равно, я вижу, вот она не может до конца порадоваться встрече со мной, хотя мы там очень давно знакомы. И сейчас я это ощутила, и мне просто стало ее немножко жаль. Да, мне захотелось ее обнять, сказал, давай увидимся, пожалуйста. А я тогда думала, что-то со мной не так. Наверное, я ее чем-то обидела. Конечно. Юль, и финальное резюме по итогам того, что мы сказали. Итак, как научиться любить себя и стать счастливым? Поверить в себя, это очень важно. Спросить себя, как я хочу себя чувствовать, жить свою жизнь, а не чужую, хотеть того, что хочешь именно ты, очень бережно относиться к своему телу, к своему организму, слушать его, медитировать, дышать и улыбаться. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Это была Юлия Бордовских и я, Марьяна Минскер. Всем любви и счастья. И подписывайтесь на телеграм-канал RTVI, там много важного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова